Всем привет, меня зовут Макс, и мы продолжаем реализацию онлайн-проекта на движке Unreal Engine. В прошлом видео мы создали меню, вот так вот она у нас выглядит, вот так вот она выглядит, и все у нас работает достаточно замечательно. Теперь нам нужно реализовать область смены виджета. Она, может, как в том уроке рассмотрели, имеет три дополнительных виджета. И начнем мы с простого, это начнем мы с настроек, чтобы отобразились здесь настройки, и потом что-то менялось при кликах на кнопки. То есть у нас уже это есть событие, но COVID-19 ничего не будет. Поэтому переходим непосредственно к UI Main Menu и Options Menu. В меню опций что нам нужно сделать? Значит, так, сейчас я посмотрю свои заметки. В меню опций нам нужно сделать такую конструкцию, которая будет отображаться. И единственное, что мы будем делать, это вводить туда имя. Единственное, что я не знаю, стоит ли здесь писать, что здесь настройки. Я думаю, нет. Поэтому давайте мы просто сделаем border, настроим все потом. Сначала тупо накидаем элемент. Сделаем в border у нас vertical box сначала. Да, vertical box. В vertical box добавим один горизонтальный текст. О, горизонтальный бокс, в который закинем текст. И сюда же докинем область для введения текста. Добавим еще один горизонтальный бокс, чтобы сделать кнопочки, типа назад или применить. И закинем две кнопки. Вот кнопка раз с текстом. И кнопка два. Тоже с текстом. Так. Ну, отлично. Отлично. Значит, теперь border здесь изменяем. Нам, наверное, вообще это не нужно здесь. Поэтому 0, 0, 0, 0. Вообще не нужно нам абсолютно. Так, чисто для группировки. Что у нас тут? Так вот, все. Так, значит, у нас vertical box полноценный. Текст. Вот этот горизонтал бокс будет fill. Нет. Слишком много. Так, размещается тут. Этот будет внизу. Так, нет, не будет внизу, да? Тогда добавим спейсер. Спейсер добавим. И сделаем отступ между ними, а то слишком как-то много, все 25. Значит, сюда мы добавляем fill и fill. Отлично. В тут делаем вот таким образом. И между ними добавляем еще один спейсер. Ах ты как. А вот таким образом так получилось. Вот сюда. И между ними делаем единицу. Здесь делаем 25. Неплохо. Так. Так, так, так. Бордер. Делаем поменьше. Нам вообще, кстати, не важно, что здесь находится, потому что тут составляется туда. Поэтому даже в теории можно было бы вырезать, удалить канвас панель, сделать ее вот так вот и desired on screen. Угу. Ну, может я ошибаюсь, на самом деле, но мы посмотрим. Сейчас находим main menu. И вот у нас options menu, видите? И вот так вот работает переключатель. Да, неплохо. Хотя, все-таки, на самом деле, я бы добавил что-то настройки, а то как-то... Ну, не знаю. Не нравится мне так. Так, значит, добавляем текст. Сюда. Этот текст мы делаем чуть-чуть побольше здесь шрифт. Не 24, а прям 48. Уже говорим, что это настройки. Выравниваем текст по центру. Все выравниваем по центру. Нет, стоп. Вот это fill, а вот это по центру. И вот это fill. Перемещаемся в меню. Во. Во, во, во. Так. И, конечно же, спейсер. Мой любимый спейсер между ними должен быть уже вот так. Компилим и смотрим. Да, неплохо. Мне нравится. Супер. Так. Так, все. Мы дизайн настроили. Теперь вводим сюда текст. Например. Введите имя персонажем. Здесь это может выглядеть сколько угодно плохо. Мы можем... Ну, как бы здесь автоматически сайс-то контент идет. Поэтому мы не в силах это править. Да? Но в теории, конечно, если, наверное, вот fullscreen сделать, то мы можем смотреть просто, как это будет выглядеть. И здесь ничего не меняется. Поэтому здесь мы пишем hint текст. Это типа placeholder. То есть, что нам типа введите текст. И здесь какое-то имя. Но нам это не надо. Потому что мы сюда впишем текст. Дефолтное имя будет client. Ну, с client. Все. Compile, save. Смотрим. Есть. Но сюда можно ввести. Здесь текст у кнопки будет, как назад. А здесь сохранить. Конечно, было бы интересно сюда кнопочки перенести. Но... Но, 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 но. Это, я думаю, у нас с вами не выйдет. Почему? А, потому что это должно быть тогда fill вот таким вот образом. А это плохо. Поэтому нам спейсер здесь нужно будет просто огромный ставить. Вот такой вот, чтобы сделать кнопки сюда. А с одной стороны выглядит неплохо. Назад сохранить. Оп-оп-оп. Все замечательно. Ну, ладно. Оставим так, как есть сейчас. Может быть, это будет неплохое решение. Назад сохранить. Значит, теперь переновываем эти кнопки. А, это даже не кнопка. Потерялся текст. А, да. Это back button. Это save button. Здесь field. Так, нет. Player name field. Compile save. Все это у нас переменные. Проверяем, проверяем. Все, все переменные. Отлично. Теперь в наших настройках, которые мы сделали, нам нужно сделать... Сделать... Тут достаточно несложная у нас будет логика. Тик нам не нужен. Переконстракт нам не нужен. Нам нужно будет несколько основных функций. Нам нужно здесь будет иметь... Давайте, наверное, сюда его все-таки сделаем. Добавим переменную под названием player.info или там... Как мы называли-то ее? Player... GlobalPlayer.info GlobalPlayer.info File.name Объясню, что это будет. Это будет переменная, которая будет хранить название... Вот так вот. Общие на всю программу, чтобы не цилизировать ее каждый раз. Для того, чтобы получить... Блин, я ее не туда создал. Ее надо было создать сюда. Ну ладно, пересадим, перекомпилим и сразу по умолчанию назовем. Это будет как раз название файла, в котором будет находиться сохранение. Все. Для конкретного игрока, конечно же. Конечно, не особо нужно, чтобы она гуляла между картами. Но, тем не менее, с точки зрения обращений, каждый раз в каждых скриптах переназначать это тяжеловато будет. Поэтому... Можно ошибиться. Поэтому нам нужно... Первое, что нам нужно сделать, это с MainMenu, так же, как и там, это создать аналогичную переменную, то есть ссылку на GlobalGameInstance. Перейдем сюда. Вот она у нас такая. Копировать мы, конечно же, не можем. Поэтому нам нужно копировать хотя бы название. Нажимаем Enter. Это GlobalGameInstance. Зато мы можем скопировать вот эту часть. И все замечательно. Мы создали. У нас все работает. Теперь... Теперь нам нужно узнать, а вообще, есть ли текущие какие-то настройки, или их нет. Но... Перед тем, как это сделать, со сложным функционалом, давайте сначала разберемся с простым. Например, с кнопки Назад. Что она должна сделать? Она должна... как бы скрыть вообще все виджеты. Поэтому на ее клике мы должны сделать Remove from Parent. Ну что, давайте вот это пока опустим все и просто проверим. Настройки появились. Нажимаем Назад. Remove from Parent. И видите, она по-новому не хочет. Потому что она удаляется. Поэтому нам нужно, наверное, не Remove from Parent, а Set Visibility Hidden. Target Self. Запустим, проверим. Настройки. Назад. Настройки. Не хочет. Так, я чуть-чуть подумал и, в принципе, решение достаточно простое. В большинстве игр этой кнопки банально нет. И мы тоже делать ее не будем. Поэтому, не знаю, просто не знаю, как по-другому это реализовать. И у нас будет только кнопка Сохранить, которая не будет скрывать виджет. Виджет можно скрыть там минусным значением, но передать его обратно, типа, не так легко. Поэтому проще всего будет, чтобы этот виджет остался. Потом вы нажмете там настройки, начать игру и все. Там все отлично. Если я найду решение, я потом его дозапишу. Тогда нам нужно сделать новый обработчик. Это OnTextCommitted. Тогда, когда текст был полностью введен. Или, в принципе, обработчик OnTextChanged тоже был бы достаточно неплохой. Нам нужно будет переменная, которая будет отвечать за то, за имя игрока. Значит, EnterIt, создаем EnterIt, PlayerNate. Это будет формат Text, компилим, сохраняем. Отлично. Значит, единственное, что нам нужно проверять, это будет ли текст пустым. Поэтому создадим функцию это EmptyText. Можно такие вещи делать. На вход мы подадим текстовую переменную под названием EnterItText. Проверяем, IsEmpty, пустая ли она или нет. Нажимаем B левую мышку, чтобы создать условие. То есть, if. Если она пустая, то нам нужно активировать или деактивировать кнопку, кстати. Нельзя, чтобы было пустое имя. Поэтому нужна новая переменная, которая называется Accept, 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 Правильно, Button, Enabled. Это будет Boolean тип, Compile, Save. Значит, так или иначе, в любом случае нам придется сохранять текст. Но будет разная ветка событий. Поэтому придется сделать два одинаковых условия, которые ведут в две разные связи. Вот такие. Здесь у нас будет False, здесь будет True. То есть, если не пустая, то есть False, везде будет этот текст. Давайте сделаем сначала красиво, по максимуму красиво. Вот так вот. Это все-таки лучше. И все. Compile. Теперь здесь нам нужно будет эту функцию. Переносим ее сюда и перекидываем сюда. Только не Commit. Стоп, стоп, стоп. Вот здесь я напортачил, поэтому TextChange. Вот так вот. Теперь мы спокойно проверяем, а пуста или вообще тема, или нет. Для чего это нужно? Теперь у нас есть какое-то изменение кнопки. Вот этой. в Enabled можно сделать Bint. Bint на AcceptButton Enabled. Это то есть будет False или True в зависимости как меняется перемена. Делаем Bint, сохраняем, запускаем. Смотрите, здесь пока она Enabled. Если я сотру, она False. Она как бы наводится, но не работает. Только ввожу, все хорошо. сохраняем. Теперь необходимо реализовать саму функцию сохранения. Как это делать? Первое, что нужно сделать, это добавить новую переменную под названием Global Player Info. это будет Player Info. Тип Global Player Info. Она, видите, какую-то структуру должна была иметь, но пока нам это особо не важно. Какую она структуру должна будет иметь. Нам нужна просто переменная структуру. Мы зададим тоже в этом уроке. Что нам нужно сделать? Нам нужно, кстати, еще будет одну функцию сделать. Это Save Game. Save Player Save Player Info. Давайте ее пропишем сразу же, чтобы долго на этом не останавливаться. Нам нужно создать переменную, которая будет отвечать за Save Game объект. Save Game или как мы его назвали-то. И вот это он. Compilium Save. Теперь узнаем, валидно ли наше переменное сохранение. Есть ли там что-то или нет. в данном случае она будет пустая, скорее всего. Но мы же можем пересохранять каждый раз. Поэтому если она пустая, мы должны сделать Save. Create Save GameObject Global Player Save. Делаем сохранение. Устанавливаем значение нашей переменной. Далее устанавливаем Get Player Info. Нам нужно сделать этот в А. Мы его не настроили сначала. Значит так, давайте настроим. Player Info сначала настраиваем здесь. У нас будет несколько вещей. Это Player Name это будет текст. У нас будет Player Character для того, чтобы для будущего выбора персонажей. Но ладно, так как мы пока его не делаем, то давай не будем пока на этом останавливаться. Player Name. Нам нужен пока только Player Name. В Global Player Save Game мы добавляем переменную, которая будет называться Global Player Save Game. Она будет иметь соответствующий тип. А. нет. Она будет иметь Global Player Info. Вот такой тип. Она будет Global Player Info. Компилим, сохраняем. А. Так. Сейчас я посмотрю по поводу она у нас должна быть реплицируемой переменной. То есть она должна быть для обмена туда-обратно. теперь так как у нас есть этот объект мы получаем его и в нем теперь уже есть переменные мы должны ее назначить. Set Global Set Global Player Info. Как видите здесь появились кружочки значит она работает по сети. Назначаем как текущую то что мы получили. так и если валидно делаем то же самое. Ну почему бы нет. Вторяне мать в чем да. Лишней такой супер сложной итерации это не будет. Теперь нам нужно из Game Instance который у нас уже вот тут получился вот этот Global Game Instance получить одну перемену. Это Get Global Player Inf. Получили. Делаем Save Game слот чтобы сохранить и создать этот объект вот этот слот сохраняем что за объект а объект будет вот этот вот вот таким образом делается сохранением компилируем сохраняем так отлично больше никаких реплицируемых функций у нас нету а все функции выполняются только на стороне самого клиента потому что только локально даже никто не знал что она выполняется не особо важно теперь нам нужно сделать событие по клику на кнопку Save Button Click для того чтобы сделать сохранение как это делается так как у нас есть уже так давайте добавим категорию то мне это не нравится у нас категория будет называться Player Settings это будет Player Settings это будет Player Settings это будет нет вот это будет Player Settings это так удовесок теперь мы делаем ее Get получаем текущую информацию персонажей и делает Set Members in Global Player Info для того чтобы установить какие-то значения задать конкретно задать делаем Restore All Structure Pin чтобы получить полную структуру и передаем сюда Entered Plane так как у нас только она одна далее у нас уже есть функция Save Player Info чтобы сохраниться все по идее сделали сохранение после чего на этом как бы все то есть мы сделали сохранение это сохранение настроек клиента это отслеживание премьерного текста это возьмем отсюда все с опциями закончили кстати пришла интересная идея мне в голову возможно она сработает давайте сделаем BackButton вернем так сказать его потянем повыше его вот сюда добавим Spacer Spacer естественно будет по X здесь будет текст назад я думаю потому что я придумал должно сработаться делаем событие клика и сохранение оно будет одинаково работать поэтому нужно создать будет функцию клуб win widget в close widget нам сделать remove from cards сделали но мне кажется просто что он не будет обратно показываться и getgameinstance ShowMainMain Давайте попробуем Но мне слабо верится, что это сработает сейчас Потому что похоже на это сделать Да, эти настройки обратно не показываются Ну и фиг с ними тогда Попытка была уже сделана которая Поэтому даже париться теперь я не буду Так Это нам не надо Close Widget это ерунда Так, запускаем там настройки Закрыть, отлично Так, теперь проверяем Не проверяем Это мы Сохранить то мы сделаем, но как мы поймем Что мы в сохранении работаем Поэтому теперь нам нужно сделать Загрузку В Event Construct после этого Кастом Мы сделаем здесь функцию Под названием LoadPlayerInfo В LoadPlayerInfo нам нужно получить Вот эту вещь Глобал Плеер SaveGame А не стоп Стоп Нам нужно получить Инстанс Получить эту переменную нашу Проверить А не, сразу загрузить Load Game Вот Вот этот From Слот Загрузили Этого быть не должно Вот тут Вот так вот Сделали Cast К нашему объекту Который загрузили Получили у него Реплицируемый Переменный GlobalPlayerInfo И Переназначили той Которая есть у нас Вот это то, как выглядит загрузка Значит Когда мы сделали эту загрузку То у нас по идее Ну должно было создать Ну как бы А приори должно было быть Должно было быть сохранение Но если его нет Поэтому Делаем Is Нет Check PlayerInfo File Сюда Нам нужно Получить GlobalGameInstance Get Переменная Does Sergame Exist Exit Exist Так И Она что-то вернет Ну Давайте Добавим Boolean Exist Да Или Нет Хотя Можно Даже Делать не так Если Она Exist То Мы сделаем сразу Load PlayerInfo Иначе Даже Даже Не Не Потому что Save Мы делаем Отдельно Отлично Отлично Это у нас Есть Так 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 Теперь Вот здесь Мы должны сделать Эту функцию Check И Загрузить Если она есть Если ее нет Значит ничего не делать Но С другой стороны У нас же текст Там уже введен И У нас У нас У нас У нас У нас Должна была структура Ну ладно Делать это не будем Будем заставлять персонажа самому Вводить настройки А не делать это за него У клиентов расплодится очень много Одинаково Поэтому Так Давайте проверим Заходим на play В настройки Пишем Так Очень Мелкий шрифт Очень Поэтому Фонд Меняем на 14 Примерно Получше Пишем MeClient Например Максим Упихин Нажимаем Сохранить Нажимаем Выход Прижимаем Play Настройки Несохранены Так Хорошо Где-то упустили Значит Момент Где-то мы упустили Что-то Перейдем Перейдем сюда Show The Explorer Save it Save games Так Это сохранение у нас есть Оно есть Кстати Сохранение Сохранение Было создано А Да Все правильно Просто Кто-то То есть Я Не доделал функции Значит Вот здесь Когда мы сделали Проверку Нам нужно ее установить Эту проверку Поэтому Теперь У нас Берется GetPlayerInfo Делается Разбитие По пинам У нас Пока что Один Потом будем Добавлять Постепенно И у нас есть переменные EnterPlayerInfo Set Как ее И Сразу Сразу Проверяем Пустая Или нет Ну так На всякий случай Так Сохраняем Переходим сюда И Вот это значение Должно быть EnterPlayerInfo Bint Play Настройки 2 Сохранить Выход Play Настройки 2 Все работает Замечательно Так Значит Настройки то Сделали Все Все работает Так Давайте еще раз Перепроверим Все хорошо Все сохраняется Все отлично Значит Все таки Хочу сделать Чтобы было скрытие Окна Для этого Придется Управлять Отображением Поэтому По Клику Сохранить Установим Текущая Visibility False Hidden Всего объекта Значит Устанавливаем И Как бы Все Все остальное Заново не работает В чем Прикол Значит Значит В Main Меню Теперь Добавим Такую вещь Для настроек Is Visible Get Visibility Нужно Получить У У Этого Так Не у этого А вот У него Перемены Options Меню Options Menu Widget Get Is Is Visible То есть Отображается ли он сейчас или нет Если Он отображается Точнее Если Мы Кликнули Мы Как бы его Активировали И его Visibility Как False Стоит То Нужно его сделать Видимо Set Visibility True Visible А Иначе Нажимаем Нажимаем Вот Вот И сделали Замечательно Замечательно Значит Вот так Мы устанавливаем И теперь Вот эту вещь Проверку Нажно будет Добавить Каждому блоку Если Мы Как-то Каким-то Образом Хотим Скрыть Соответственно Вот Это Мы Копируем Везде И Это У нас Host Host GameMenu Вот Хорош Не так Host GameMenu Get Проверки Сюда Все И То же самое Так Здесь Единица Да Да И то же самое Тут Но есть такая ситуация Что мы скрыли Это важно Важно Учитывать было То это как-то неудобно Не изобилийся интерфейс получается Он такой Не очень хороший Так В принципе С этим мы закончили С меню закончили Здесь могут быть еще куча-куча параметров Мы Конечно Пока не будем использовать И Наконец-то Мы вернем Кнопку назад Back Button Эмм Так Назмем Назад Это у нас кнопка назад Почему-то Не так он стоит тут В центре должно быть все Эмм Так Куда улетело Поместим сюда Растянем по максимуму возможного Ага Между ними Спейсер В 25 По иксу Кнопочки ущербные Поэтому Fill Вот так вот Нет Значит Получается Как я сделал то так Как так можно было Все это Автоматический размер Не fill А автоматический Вот так вот Все Теперь на Buttonback Делаем Событие Клик Эмм И Вот это Просто С этого заберется хитро Сохрани настрой клиента Скрытие Скрытие меню Все Значит Опциями мы закончили По идее Да Давайте Заключительную проверку Настройки Хранить Выход Все Все Замечательно Естественно Со стилистикой Поработаем потом Вот На этом мы заканчиваем Видеорок По настройкам И В следующем видеоуроке Мы рассмотрим Непосредственно Дизайн Создание игры Спасибо всем за внимание С вами был Макс Всем до встречи В следующем уроке